МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖДСУ. С вами Пана Уйсимбекова, ассурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Пробация в действии. Бывшие осужденные помогли инвалиду первой группы. Образование в новых стенах. 29 школ строятся и ремонтируются по государственной программе в Алматинской области. Прощай, боевое знамя. В десантно-штурмовых Талдыкурганского гарнизона чествовали отправленных в запас. Материнская смертность выросла в 1,2 раза в Алматинской области. Показатель составил 36 на 100 тысяч человек. Такую нерадужную статистику за 9 месяцев привели во время коллегии в областном Акимате. В то же время младенческая смертность ниже средней республиканского. Несмотря на это, заметен рост несчастных случаев в Аксусском, Карасайском, Кирбулакском районах. Все это говорит о низком качестве оказания медицинской помощи детям до 5 лет. Об отсутствии должного медицинского наблюдения за детьми заявил Батыржан Байжуманов. Необходимо усилить работу в этом направлении. За каждый новый факт главные врачи больниц несут непосредственную ответственность, подытожил заместитель Акима области. Коэффициент неонатальной смертности по области составил 5,61, при плане 4,06. Соответственно, показатель тоже данный не достигается. Рост неонатальной смертности у нас отмечается в Вилийском, Карасайском, Кигенском, Раимбекском, Сарканском, Талгарском районах и городе Талгурган-Текеле. Высокими показателями остаются в Уйгурском районе. Все это свидетельствует о низком качестве проведения пренатального скрининга, несвоевременной предголюдарной подготовки, об отсутствии санации множественных хронических очагов инфекций у беременных и недостаточной работе первично-медико-санитарной помощи. 41 объект образования реализуется в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» в Алматинской области. В их числе средние учебные заведения, общежития и детские сады. На капитальный ремонт зданий выделено более 18 миллиардов тенге. Какие проекты уже на стадии завершения, выяснял мой коллега Алексей Цой. Практически все объекты образования, реализуемые по программе «Дорожная карта занятости», будут сданы в эксплуатацию до конца года. Масштабные работы по обновлению зданий развернулись во всех районах и городах Алматинской области. Общежитие Тодокруганского агротехнического колледжа – одно из них. Объект будет сдан в пользование уже через месяц, заявляют представители подрядной организации. Остались лишь внутренние работы. На сегодняшний день на объекте у нас работают 52 человека, из них 18 по ДКЗ. Работа началась 26 мая. На сегодняшний день у нас закончились фасадные работы, остались малярные, штукатурные малярные работы, покраска, кафеля. И установка раковин. По завершению всех ремонтных работ здание полностью преобразится, а главное – станет максимально комфортабельным. Это и душевые кабины на всех этажах, прачечные, кухни и многое другое. Одним словом, со всеми удобствами. С нетерпением ждем завершения капитального ремонта, когда наши дети, студенты придут к нам и будут заселяться в новое общежитие. После капитального ремонта. Очень радует нас то, что здесь предусмотрены на первом этаже комнаты для детей с ограниченными возможностями. Также у нас раньше не было, и по проектно-сметной документации предусмотрена реконструкция комнат. На каждом этаже у нас здесь предусмотрены постирочные комнаты и сушильно-гладильные комнаты. Подходит к завершению и капитальный ремонт средней школы в селе Мойнак. Работы здесь выполнены уже на 95%. Современные светлые кабинеты, новые парты и стенды – теперь школу не узнать. Последние штрихи и двери учебного заведения смогут распахнуть свои двери. На обновление школы из государственного бюджета выделено около 387 миллионов тенге. По программе «Дорожная карта занятости» трудоустроено 22 человека. Проектом капитального ремонта было предусмотрено полностью ремонт, начиная с кровли, вентиляция новая, полностью водопровод поменяли, канализацию поменяли и отделочные работы. Из работ только осталось ограждение по периметру. И некоторые работы в спортзале. В настоящее время по Алматинской области уже завершено 25 проектов. С начала ремонтных работ на этих объектах около 2000 человек из числа местного населения нашли для себя работу. По программе «Дорожная карта занятости» в области реализуется 41 проект. Это 29 школ, 3 детских сада, 2 колледжа, 5 спортивных площадок и 2 проекта по газификации школ. Больше половины уже сданы в эксплуатацию. Все остальные сдадут уже в декабре. Один объект переходящий. Скажу ещё, на ремонт и возведение объектов из 18 миллиардов тенге уже освоено порядка 11,5 миллиардов. Стоит также добавить, на следующий год по ДКЗ запланировано строительство шести школ. Их возведут в тех районах области, где есть проблема трехсменного образования. Алексей Цюн, Ужан Муканов, ЕСЕДЮ Симбек, телеканал ЖТСУ. Пресс-тур продолжается. Представители масс-медиа ЖТСУ на этот раз побывали в Сарканском районе. В своеобразной экскурсии, которая нацелена на популяризацию потенциала края и формирование положительного имиджа, участвовали более 10 корреспондентов средств массовой информации Алматинской области. Сарканский район расположен на северо-востоке Алматинской области. Занимает около 25 тысяч квадратных километров площади. Всего в районе 12 сельских округов. Знаменит же край тем, что именно здесь находится государственный национальный природный парк Жонгар-Алатауа. На сегодня здесь по 13 экологическим и культурно-историческим маршрутам прошли более полутора тысяч путешественников. А прибрежная зона озера Балхаш в период отпусков привлекает не только казахстанцев, но и зарубежных туристов. Только за прошлый год здесь побывало порядка 22 тысяч отдыхающих. Но район славится не только этим. В текущем году местные аграрии планируют получить сельскохозяйственную продукцию более чем на 47 миллиардов тенге. Сейчас руководство района работает над первоочередными задачами по четырем направлениям. Основная из них – развитие агропромышленного комплекса. Основным индикатором сейчас является именно инвестиция в сельское хозяйство. Это приобретение техники, создание сервисно-заготовительных центров, откормочных площадках, молочно-товарных ферм. В том числе один из таких больших вопросов – это возврат сельскохозяйственных неосваиваемых земель. В целом у нас по району где-то порядка более 50 тысяч гектаров, которые не осваиваются. В основном это такие пастбищные земли. Те предприятия, которые когда-то взяли, они просто не осваиваются. Мы над этим должны работать. Мы должны работать ирригационными сетями, приводить в порядок оросительной системы. С каждым годом возрастает вклад в экономику района малого бизнеса. В этой сфере действует более 2,5 тысяч субъектов. В рамках государственных программ многим из них оказана конкретная помощь. В числе таких и товарищество «Сарханмай», которое в месяц поставляет 1 тысячу тонн соевого высокобелкового шрота. По программе государственной поддержки нам тянут сейчас новую электрическую линию, отдельную, независимую от всех остальных. И также по программам господдержки мы устанавливали газовое хозяйство. Участники пресс-тура ознакомились с предпринимательской деятельностью молодого жителя города Сарханберг, Кали Асхаргали. После перенесенной автоаварии он долгое время находился на лечении. Недавно открыл свое дело по своей специальности «Сварщик» и получил грант 555 тысяч тенге. На эти деньги я приобрел необходимое оборудование для сварочного отдела, делаю ворота, выполняю кузовную работу. Теперь хочу сделать новый бизнес-план на получение господдержки для расширения своего небольшого бизнеса. Интерес у гостей вызвали также работа компаний по сбору и заготовке лекарственных трав на экспорт, строительство школ на средства спонсоров и ремесленное дело местного предпринимателя. Как отметили участники пресс-тура, в рамках этой поездки они узнали о Сарканском районе больше и собрали достаточно интересный материал для публикации. Гульназ Мустафа, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. В десантно-штурмовых войсках чествовали отправленных в запас. Около ста солдат простились с боевым знаменем. Торжественное мероприятие прошло на территории военной базы «Дислоцируемый» в Талдыкургане, продолжит Дамир Анитов. Прощание с боевым знаменем – особая церемония для каждого военнослужащего. Около ста солдат по очереди преклонили головы перед боевым знаменем, олицетворяющим честь, доблесть и армейские традиции. В течение года военнослужащие с честью и гордостью выполнили свой гражданский и сыновий долг. На торжественном построении со словами напутствия выступили командиры частей и их заместители. Призыв был очень хороший. Очень много было поставленных задач, с которыми данный призыв справлялся очень хорошо, на должном уровне. Несмотря на то, что в стране были сложные моменты, это пандемия. В первую очередь наши бойцы ни разу не проявили слабость. Наряду с офицерами и контрактниками выполняли все поставленные задачи. В связи с требованием карантинных мер в этом году увольнение военнослужащих проводится в необычном формате. Весь личный состав выстроился на плацу на безопасном удалении друг от друга. Все в масках. Побывал на больших учениях, начал обучаться строевых приемов, грамотно владевать стрелковым оружием, а также метали гранаты, совершали марш на дальние дистанции в полном обмундировании. Наш характер, а креп. Также совершали прыжки из парашюта Д-6, из самолета, из вертолетов. При себе я имею четыре прыжка. Также познакомился во время сегодня службы с очень хорошими парнями, которыми стали мне уже братью по оружию. За добросовестное выполнение служебно-боевых задач солдат наградили грамотами и памятными подарками. Кроме того, подготовили специальный видеоролик с нарезками из их службы. Дамир Анитов, телеканал ЖТСУ, при содействии пресс-службы Талдыкурганского гарнизона, Министерство обороны РК. В Талдыкургане появилась мемориальная доска, посвященная памяти ветерана труда, орденоносца времен Великой Отечественной войны. Стену одного из жилых томов теперь украшает имя Каймолды Бабашева. Он родился в 1920 году. В возрасте 19 лет был в числе призывников, сражавшихся за родину. За проявленное мужество в бою его удостоили ордена Отечественной войны второй степени, медали за оборону Сталинграда и многих других почетных наград. После окончания войны начал свою карьеру с бухгалтера в селе Утинай. В разные годы работал инструктором, начальником отдела райкома партии. За добросовестное исполнение обязанностей впоследствии его назначили первым заместителем руководителя исполкома. Каймолда Бабашев ушел из жизни в возрасте 99 лет. Каймолда Бабашев – человек с большой буквы. Добился уважения и признания народа благодаря своему кропотливому и честному труду. Ко всем всегда относился с должным вниманием. Не было ни дня, чтобы он грубил или высказывался плохо о ком-то. В моей памяти он навсегда останется человеком чести. Благодаря мемориалу в его честь, я уверен, что его имя будут знать и будущие поколения. Потому что этот человек достоин того, чтобы о нем помнили. На сцене областного драматического театра состоялась необычная премьера. По мнению маститых театралов, у актеров коллектива большое будущее. И это при том, что они не являются профессионалами. А представленная постановка – их первая серьезная работа. К радости любителей театрального искусства в Алматинской области начали возрождаться народные театры. Один из них – Карадала из Уйгурского района. Первой работой этого творческого коллектива стала постановка драмы «Александр» по произведению Абая Кунанбаева, состоявшейся на сцене областного театра имени Бекен Римовой. Значимое произведение, основанное на исторических фактах из жизни древнегреческого полководца Александра Македонского, глубоко отражает гуманистические взгляды великого Абая. Через яркую игру актёров зрители смогли увидеть жизнь легендарных людей, заглянуть в прошлое и стать свидетелями исторических событий. Через драму «Александр» Абай учит нас многим вещам, а именно – человечности, состраданию. Произведения Абая Кунанбаева по-прежнему актуальны, потому что учат наш народ жизненным мудростям. И эти мысли и идеи великого просветителя пытались донести до зрителя не актёры большого театра, не мастера большой сцены, а просто сельские любители театрального искусства. Я думаю, что попытка сделать это, даже небольшая попытка раскрыть один из секретов Александра – это большая работа. Высшая награда для артиста – признание зрителей. Премьерная постановка Карадалинской труппы, тепло принятая залом, стала доказательством высокого мастерства народных лицедеев. Актёрскую игру лицезрели и известные деятели искусств. Свою оценку творчества коллектива дал и народный артист Казахстана Тунгушпай Жаманкулов. Это наши коллеги, которых можно назвать пропагандистами культуры. За ними будущее. Большинство талантливых людей – выходцы из села. Поэтому зарождение театрального искусства именно в сельской местности обретёт новый статус. Я рад, что в нашем регионе живут такие талантливые люди. На сегодня у нас действующих 15 театров. Из них шесть уже защитили звание народных. Работают и два кукольных. Семь театров в настоящий момент работают, но пока не защитили своё звание. До Нового года в пяти районах откроются театры. Сейчас в них идёт подготовка представлений. До конца года состоится их премьера. Театр – это творческая среда, формирующая духовную культуру. Поэтому возрождение народных театров поможет любителям сценического творчества взглянуть на лицедейство под другим углом. Ковид-центр в Павлодаре уже наполовину заполнен пациентами. Уже с 9 ноября по периметру Павлодара установят блокпосты. Только за минувшие сутки в области, которая вошла в жёлтую зону коронавирусной инфекцией, заразились 50 человек. Наполовину уже заполнен пациентами новый инфекционный модульный центр. Обостряющаяся эпицитуация вынуждает медиков усилить подготовку ко второй волне COVID-19. Коечный фонд в провизорных госпиталях и стационарах увеличили в 5 раз, доведя до 5 тысяч. Обновляется и парк скорой помощи. На территории региона работают выездные мобильные бригады для консультации тяжёлых больных. Также недавно в область прибыли 157 молодых врачей и 129 работников среднего звена. Они вошли в кадровый резерв и готовы в любую минуту выйти на борьбу с COVID-19. Между тем участились случаи заражения опасным вирусом и среди медиков. Житель Костаная незаконно сбывал алкогольную продукцию. Сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной транспортировки и реализации алкогольной продукции. Следствием установлен факт незаконного приобретения алкоголя и его незаконной продажи. Мужчина хранил и перевозил водку объёмом 2770 литров в 5-литровых бутылках и 200 литров спирта в машине возле автозаправочной станции. Приговором суда города Костанай он призван виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначен штраф в размере 1000 МРП. «Мы вместе» – волонтёры Алматинской области совместно с бывшими осуждёнными помогли жительнице села Еркен Калдукурганского региона. Они провели генеральную уборку территории дома, приготовили дрова на зиму, а также обеспечили продовольственной корзиной. Выразив слова благодарности, 80-летний инвалид первой группы Рая Мамбетова отметила, что активисты на постоянной основе помогают ей по хозяйству и привозят необходимые вещи. Она проживает со своей дочерью, у которой тоже инвалидность первой группы. По словам организаторов, помогать не сдающимся – их гражданский долг. Проводим акцию «Безбергемис». В этой акции оказываем помощь нуждающим лицам. Подобные акции мы проводим на постоянной основе. На сегодняшний день в отделе службы пробации города Талдукурган 420 осужденных состоят на учете. На сегодняшний день служба пробации города Талдукурган оказывает социальную помощь тем лицам, которые нуждаются. В Казахстане стартовал чемпионат республики по тяжелой атлетике среди молодежи. В нем принимают участие спортсмены со всех уголков страны. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проходят в режиме онлайн. То есть тяжелоатлеты выступают на спортивных площадках по месту жительства. Алматинскую область представляет 24 сильнейших чемпиона и призера престижных первенств. Большая часть из них – мастера спорта международного класса. Главная цель же Тесусцев – войти в тройку лидеров в общекомандном зачете. Тренеры отмечают, что эта планка вполне достижима. Ведь национальную сборную страны формируют именно спортсмены Алматинской области. Отметим, сильнейших выявят в 20 весовых категориях. Окончательные итоги станут известны после 7 ноября. На этих соревнованиях у нас участвуют практически все. Все молодое подрастающее поколение. Из самых именитых у нас выступает Сон Игорь, серебряный призер чемпионата мира 2019 года среди мужчин. Также выступает Ахмалдас Айрэмкес, чемпион мира среди юношей 2019 года. Ну и тоже много именитых ребят, чемпионов Казахстана, мастера спорта международного класса. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин